приветствую друзья с вами шиноби и сегодня хотел бы рассказать вам последние новости которые я узнал на просторах интернета по кораблям из серии катлос в этом видео не буду приводить ссылки на цитаты которыми буду пользоваться так как они очень быстро устревают ввиду того что разработчики время от времени опровергают свои собственные слова и первое о чем я должен упомянуть это то что катлос давно ушел на редизайн те наработки которые мы сейчас видим на экране не были задействованы в данные компания cg в итоге отклонила эти дизайны для катлосов и вообще для компании дрейк новый катлос не получит стыковочный шлюз с помощью которого абордажная команда могла бы подняться на борт это было объяснено тем что механика стыковки кораблей будет очень сложная скорее всего не удастся реализовать в полной мере поэтому катлос получит боковые двери через которые абордажная команда сможет спокойно покидать корабль перемещаясь на другое судно и сейчас мы видим один из выпусков subscribers town hall в котором нам сообщили что текущий маневрность кораблей рассчитывается так как будто бы корабль имеет полную загрузку это я считаю очень важная информация и она больше всего коснется средних кораблей которые перевозят грузы такие как катлос и фрилансер потому что корабли с еще более маленьким грузовым трюмом типа хорнета навряд ли получит значительный прирост мощности маневренности в случае если будут летать пустыми а огромные грузовые корабли кто рассчитывает что они будут очень маневренные даже если будут пустые поэтому именно средние грузовые корабли скорее всего будут зависеть максимально от этого параметра груз по отношению к его маневренности по информации от мотошермана занимающегося дизайном катлос на текущий момент полтора месяца назад мы узнали что новый катлос стал больше на 15 процентов по всем осям однако исходя из информации полученный от того же мотошермана пару дней назад мы выяснили что катлос не увеличился во внешних размерах соответственно можно предположить что катлос стал лишь более эффективно использовать внутреннее полезное пространство новый катлос получит шесть хардпоинтов третьего размера четыре подконтрольных пилоту и два на пилотируемой турели также маршевые двигатели катлоса теперь будут двигаться только переходя из взлетного режима в посадочный а все остальные двигатели все маневровые двигатели будут фиксированы по количеству маневровых двигателей пока ничего не ясно однако пару месяцев назад матчерман заявлял что он тестирует их новые модели катлоса он стал более маневренным но при этом несколько дней назад от мотошермана проскакивала информация о том что новый катлос теперь будет больше созреоточен на рейдерстве и перевозки груза нежели на док файтинге против одноместных истребителей я не знаю как обе эти цитаты умещаются вместе в одной моей голове так они в принципе противоречивы та модель катлоса который мы имели в 2.6 была достаточно маневрена но ей чуть чуть не хватало маневровости чтобы нормально участвовать в бою если по словам это катлос стал сейчас чуть более маневренной то его маневровости должно хватать для боя против истребителей однако его последние слова это перечеркивают было сказано что сейчас принято однозначное решение о том что катлосы будут иметь гидравлические кресла пилота и сопилота ранее это было еще под вопросом но сейчас разработчики утвердились также сейчас на обсуждении находится момент по использованию взрывных болтов для того чтобы можно было стрелить верхнюю часть кокпита при этом также на обсуждении стоит вопрос о том сможет ли пилот продолжать пилотирование кораблем если верхняя часть кокпита была отстрелена лично для меня загадка зачем матчерман использовал некий рельсовый механизм помещенный на стены для того чтобы кресла могли подниматься почему он не сделал подъемный механизм под креслами так как с его же слов он предоставил пилотам доступ с обеих сторон к креслу чтобы люди могли не конфликтуя заходить выходить на свои места и тут же после этого он создает дизайн подъемного механизма с помощью крепления к стенам что все равно не позволит пилоту сидящему сверху опуститься вниз если под ним стоит другой человек что соответственно не ускорит выход с места это очень странное и противоречащие себе решение при этом новая кабина тире мостик катлуса получает судя по всему те же габариты по крайней мере по ширине и по глубине как и кабина катерпиллера стоя лишь разницей что как я говорил ранее доступ к креслам будет осуществляться с обеих сторон ну и кабина катлуса будет раза в полтора два выше при этом она естественно не получит второй этаж также мэтт недавно упомянул что анимация подъема кресел будет очень быстрой и по скорости она будет примерно приравниваться к скорости поворота кресла геральта было сказано что новые ракетные ниши катлуса будут специализированными использовать специализированные ракетные пилоны при этом мэтт нас заверил что этих пионов будет великое множество и что мы тем не менее сможем выбирать ракеты от первого до четвертого размера однозначно также подчеркнув что специальные ниши для ракет добавляют интересный геймплей вражеский корабль не сможет определить какого размера и какое количество у нас есть ракет в наличии под крыльями катлуса будет расположена трактор бима тяговые лучи это будут сложные устройства которые будут позволять притягивать груз притягивать какие-то обломки кораблей фиксировать их вращение при этом именно фиксировать вращение и для этого требуется два более слабых передних тяговых луча как сказал мэтт задний трактор бим будет использоваться в основном для затягивания груза внутрь а передний фиксировать вращение по разным осям для меня загадка каким образом корабли обладающие одним трактор бимом будут справляться с этой же задачей вероятно это очередной надуманный геймплей мэттом так как он на самом деле очень противоречивый дизайнер из недавне сказанного катлус будет иметь дополнительные шкафы для скафандров и для вооружения чтобы члены команды могли подготовиться для каждой конкретной задачи также катлус не будет иметь специального шлюзового отсека для перехода из жилого блока в грузовой катлус blue и black по совершенно недавнему свежему заявлению лишились туалета мы еще не знаем насколько это будет необходимый элемент геймплея но катлус red сохранил туалет это было обосновано тем что в этой модели которая является медицинской требуется больше стерильности следующая цитата о стрекозе и катлусе ни катлус ни стрекоза не будет иметь специальных каких-то зажимов для крепления внутри корпуса соответственно стрекоза будет использовать стандартные магнитные пластины внутри корпуса катлуса тем самым занимая полезное пространство для груза катлус blue скорее всего получит крио камеры аналогичные кораблю эвенджер это позволит увеличить количество камер и сейчас ведется обсуждение о том нужно увеличивать количество этих камер или оставить больше свободного пространства также и катлус red и катлус blue будут использовать корпус катлуса black с незначительными переделками при этом до сих пор не ясно будет ли переделан кокпит у катлуса blue возможно он будет унаследован от black со слов мэта катлус red получит не снимаемый сканер вместо турели сверху соответственно если этот сканер будет фиксированный то я смею предположить что аналогичный сканер мы не сможем поставить на другие модели катлуса все три модели катлусов получат боковые двери при этом по заявлению это эти боковые двери будут не очень эффективны для погруза разгрузочных работ так как самый мощный тяговый луч находится сзади и работает больше с задней рампой при этом на боковой двери мы можем видеть алый элемент скорее всего это будет окно очень полезная вещь также по словам мэта идет рассмотрение дополнительных механик для абордажной команды от себя предположу что возможно это будет либо некое использование тяговых лучей раз уж у катлуса их 3 либо возможно абордажная команда сможет быть защищена силовым щитом катлуса но это сугубо мои домыслы открытие боковых дверей у катлуса будет полностью вентилировать грузовой отсек а вот задняя дверь задняя рампа будет иметь специальный воздушный шлюз это будет энергетическое поле которое будет удерживать атмосферу внутри при этом этот воздушный щит будет очень сильно нагружать генератор и со слов мэта мы не сможем долго поддерживать его находясь в бою но при этом эта фича является отличительной особенностью катлуса от того же фрилансер очень полезное дополнение переходя к следующему я задавал в чате вопросом это но он так и не ответил зачем нужны эти задние консоли у входа через заднюю рампу а главное как будет осуществляться к ним доступ и если трюм корабля будет полностью загружен то они будут заблокированы также мы ответил на вопрос по поводу блокировки входа с помощью груза через заднюю рампу он сказал что вход будет иметь специальную тропинку дорожку которую нельзя будет заблокировать груз таким образом вы сможете войти в корабль при этом абсолютно четко ответил что вход в условии гравитации например на планете через боковые двери осуществляться не будет так как они не обладают никакими пандусами или лестницами для подъема скорее всего также но еще не очень точно катлус лишится flash fire модуля вероятно он будет изъят из магазина но в последнем выпуске ответов на вопросы по кораблю hurricane в разделе где это было посвящено турелям нам рассказали о новом подходе описывающий метод использования плат для blade серверов установленных на наших кораблях мы сможем вставлять некие платы расширяющий функционал или пропускную способность и по словам cg это позволит нам контролировать различные турели различных кораблей это должно стать универсальным подходом и будет действовать везде во всей вселенной тем самым потенциально катласом все еще можно быть эффективно управлять в одно лицо а на протяжении последней минуты в качестве видеоряда шли некие скриншоты которые показывали потенциальную вместимость катласа это вангование разных людей которые пытаются определить вместимость корабля на основании уже имеющихся моделей катерпиллера и констилейшн дело в том что катлас использует судя по всему те же магнитные полы те же магнитные пластины что и катерпиллер поэтому есть возможность предугадать его вместимость хотя возможно дизайнер просто изменил их пропорции также была подтверждена информация о том что сейчас у катлас рассматриваются лишь две кровати если честно меня это немного смущает потому что все механики которые мне приходят в голову подразумевают трех или более человек до катласа можно управлять в одно лицо но например если мы занимаемся сальважингом то нам потребуется пилот человек на тяговом луче и человек который непосредственно распиливает с помощью мультитула компоненты корабля где-то в космосе если же мы говорим о максимальном боевом использовании корабля то нам опять же потребуется три человека человек натурель пилот и сопилот если говорить о абордаже то нам потребуется опять же минимум три человека это пилот и два человека абордажную команду потому что идти на 1 на 1 это самоубийство как я и говорил кораблем можно будет управлять в одиночку но наиболее эффективным будет скорее всего именно для трех человек а кровати как ранее нас заверял крис робертс будет являться местом сохранения то есть если ваш корабль не участвует в бою если все члены экипажа ушли спать на кровати то вероятно через какое-то время корабль просто выгрузится из вселенной никто не сможет им завладеть еще матчерман заявил что катлас будет использовать тушку турели с катерпиллера да там будут стоять другие меньшего размера третьего размера хардпоинта для пушек но сам корпус будет с катерпиллера и это катерпиллерная тушка турели будет обладать лючком который будет герапитизировать корабль от турели в случае если турель будет уничтожена я не нашел никакой информации решили си айджи использовать поисковый прожектор на турели от катерпиллера потому что на одном из концептов это видно я думаю что в случае стыковки какой-нибудь заброшенной станции это была полезная фича мы можем видеть прожектор наверху подписанный как search light и я подхожу к концу это новости примерно за последние четыре месяца пору заработки катласа я специально сделаю выпуск чтобы сделать некую фиксированную точку от которой я потом могу выпускать более короткие выпуски а если вам интересно то у меня есть небольшой сервер дискорда мы там не общаемся лишь скидываем туда всякие полезные ссылки по катласу это что-то вроде такого архив чека лога вы можете присоединиться ссылка будет внизу это был шиноби всем спасибо